Привет, друзья мои! Ну что, только что послушал выступление Байдена. В принципе, санкции, как для первого круга, вполне нормальные. Что понравилось? Значит, смотрите. Ну, там два заблокированных полностью банка показывают, что на следующем этапе этих банков может быть уже не два, а 22. То есть, понимаете, американцы всегда показывают первичными такими санкциями, пока не пошла дальнейшая агрессия, пока они находятся на тех же, скажем так, позициях, на которых они находились в 2014 году, просто изменив их юридический статус, что дальше будет намного хуже и дальше будет больнее. То есть, в настоящее время они заблокировали два банка, они заблокировали неизвестное количество членов российских элит, и, что очень важно, их семей от посещений США, от счетов и так далее, и так далее. То есть, они же выбирают, понимаете, тех, у кого что в штатах что-то есть. Не просто там каких-то шлеперов, у которых, я не знаю, там. А вот, например, такие, как вот Роднина, да, вот мне интересно. У нее же там дочка в Америке, которая по-русски даже не разговаривает. Но Роднина, между тем, крыношистка, путлеровка. Ну, вот посмотрим, кстати, интересно, дочка вернется из Америки или нет. Вот. А, самой же Родниной визу давно зарубили. Я не знаю, если дочка, конечно, уже гражданка США, то там уже ничего сделать нельзя. Но те, у кого американского гражданства нет, вылетят, как пробка из бутылки. Счета им позакрывают, а недвижимость, понятное дело, конфискуют. И так далее. То есть, на сегодняшний день, ни один путлеровец, который привык жить на широкую ногу на Западе, изредка приезжая в Россию, для того, чтобы проголосовать за те или иные законы, или там что-то украсть на России, или еще что-нибудь, и вернуться назад там в Монако, в, не знаю, в Вашингтон, в Майами они любят жить, в Голливуде они любят жить. Все это больше невозможно. Пожалуйста, Улан-Удэ, Сыктывкар, я же говорю, Воронеж, очень хорошие места, вот там вот живите. То, что вы построили, то и используйте. Ну и, само собой, понравилось то, что Украине будет предоставлено большое количество военной помощи, с тем, чтобы мы могли отразить агрессию. Кстати, только что приземлился самолет из Латвии, и те еще стингеры, которые нам обещали давненько, недели две назад, вот они прибыли буквально 15 минут назад. И стингер очень хорошая вещь, это так называемый геймченджер, то есть тот, кто меняет правила игры. И я очень доволен, что они прилетели. Большой привет Путлеру, большой привет Путлеровцам, которые там на своих допотопных самолетах хотят атаковать Украину. Окей, пожалуйста, давайте, попытайтесь. Вот, но лучше бы, конечно, чтобы всего этого не было, лучше, чтобы не было войны, ради этого все делается. Собственно говоря, о санкциях мы, видимо, узнаем в течение точно, в отношении кого. Мы узнаем в течение нескольких дней, но учитывая то, что Европа ввела санкции против, по-моему, 351 сенатора, то есть сотни, речь идет о сотнях людей, и там еще нескольких десятков чиновников, то и штаты, они всегда вводят больше. То есть речь идет о сотнях персонажей, которые привыкли жить в Америке, но при этом являются российскими банкирами, сенаторами, олигархами и так далее. Ну что, друзья мои, Welcome to Ulanuday.